Моя крепость Моя крепость Моя крепость Моя крепость Хорошо. Первый экзамен, который я вам покажу вам сейчас, это как использовать ноги, как использовать большой миллокинг. Мы сделаем это немного сложнее. В то же время, как мы делаем, мы потерпим вес, потому что мы гордимся. Мы сейчас будем показывать, как усложнить выполнение обычного углара средний уровень ногой. Мы выполняем его не так, как мы делаем на тренировке, мы его усложняем для того, чтобы усилить свою кондицию и начать сжигание жира. Окей, начнем. Первое, извините, всегда руки держим перед собой. Всегда руки держим перед собой. Не забывайте, что мы продолжаем боксинг, тай-боксинг, у нас есть хай-кик. Мы можем блокировать, конечно, но ноги не идут прямо к голове, поэтому мы должны защищать голову. Всегда защищайте свою голову, потому что в кейкбоксе, в тайском боксе, но я думаю, просто на улице держите голову, в порядке. Максимум. То есть мы делаем полную посадку вниз, так, чтобы лобки коснулись коленей. И за 30 секунд без перерыва, проходим на носочек. Не потеряйте баланс. И за 30 секунд. 30 секунд мы работаем одной ногой, дальше я нищу. То есть мы не будем держать в другую позицию. Сейчас я в левую позицию, левую ногу. Потом я буду держать, и я буду в основном положении. Как на большинстве. Начинаем со слабейшей ноги, в данном случае он хороша, но он всегда начинает с левой ноги. 30 секунд от рыбоплодирования, еще раз. Такое. Я держу свои руки нахуй, я все поеду, и я влевую. В среднем. Я ухожу баланс. Видите? Мы должны осторожить баланс. Делать все поеду и кик. Все поеду и кик. Все поеду и кик. Делать все по 30 секунд. И потом, когда мы начинали, не теряем времени, не делаем никаких перерывов. Берем специальный фитнес. Видите, вот такие мячи, они продаются во всех фитнес-центрах мира, во всех фитнес-центрах, то есть в спортивных магазинах мира. Они продаются, стоят совершенно разумных денег, и дома вы можете делать с ним кучу упражнений и полезных. Вы берете такой мячик, у него есть 6 килограммов наш. Окей. Можно взять просто мяч, футбольный, волейбольный, в конце концов. Но этот у вас большая зель. Вы можете использовать этот кандинюр, сискил, вы можете использовать немного легкий, но не слишком легкий. Не берите слишком легкий, потому что эффективность упражнения будет падать. И это мы будем делать сейчас. Мы будем прямо на облик. Я буду делать на мячике. В упражнении включается все тело. Вы выходите, выводите ножку на носок, потому что вы не стоите приклеены ноги к земле. Не надо ее. Какой, если я делаю панчет на стороне. Видите? Очень похоже, как будто вы наносите бау вар руками. Я использую ноги. Единственное, что мы будем вместе с двумя кандинами. В данном случае мы используем первый кик для выпора. Если вы не можете использовать бау вар, вы можете использовать медицин бау. Если у вас нет такого мяча, используйте медицин бау, просто мяч может быть тя, рот, лим. окей. И мы идем и мы идем с амор向上 с амору с амор. С аморем? Один минут, 60 секунд. Один минут, 30 секунд левый кик 30 секунд левый кик альбом левый кик Ну так, вы не забыли. 30 секунд удар левой рукой. Правильно, удержание баланса. 30 секунд удар правой рукой. Бест, перевер deaf, берем мяч и работаем в минуту. Еще у меня техники. Правила техника Если вы делаете неправильно, вы работаете не только ругами, это неправильная техника. Это неправильная техника. Вот это правильно, подачи нет максимально. После этих двух минут он чувствует боль везти вот здесь, это начало шага неожиданно. Попробую сегодня запопробую. И последнее. Очень просто. Мы встаем на знаменитую полочку. И я привожу на ноги за 50 секунд. Я пытаюсь быть сильнее. Я привожу на то же время. И я не делаю так. Ни в коем случае не делайте вот так. Это неправильно. Если у вас очень большие ноги и вы очень высокие, то можем чуть-чуть поднять свою попу для того, чтобы нога должна идти внутри, не сбоку ни в коем случае. И очень важно, что это не хорошо. Вот это неправильно. Мы должны работать нон-стоп, по-русски в касании, очень быстро. И так, друзья, всего-всего 9 минут вот выполнение элементарного упражнения. Самое главное – соблюдать правильную технику. Эффект поразительный. Вы видите это на примере нашего инструктора. Друзья, поверьте, я видел здесь, в этом маленьком зале, в Акукете, огромное количество людей, которые сюда приезжали, скажем так, в очень плохой физической форме. И буквально через две недели выезжали отсюда совершенно другими людьми. Итак, если вы хотите поменять свою жизнь, если вы хотите сильное, гибкое, атлетичное тело, подписывайтесь на мой канал в YouTube, смотрите мою передачу «Мое тело – Моя крепость». С вами был Ким Сергей Банюк. Берегите себя. Друзья, эта программа «Мое тело – Моя крепость» была произведена совместно с Shanti Production. И Артем Нищенко-студио. Если вы посетили Пхукет и мечтаете оставить настоящую память об этом посещении, обращайтесь к Артему. Его координаты вы увидите прямо сейчас. Он не подведет Вадюк, гарантирует. Казалось, все конец, а дальше нет пути иного. Даже в старой книге есть страница тряхлая, но новая. Навстречу ветру лицом, а время раны лечит. Что мне на обочине-то делать? Я всегда по встречной. Оторву кусок и выброшу, куда ни глядя. Руки были в черной грязи, надумал в шоколаде. В тупике я сломаю стену прочь через стыкучий песок. Она одна у нас, я будто камень правлю поток. И ты сильней, чем думают все остальные. Расспроси у деда после войны, люди как-то жили. Терять веру нельзя, стоять ногами прочно. Дойдешь до берега сухого...